Доброе утро еще раз, уважаемые коллеги. Давайте начнем. 10 минут от начала заявленной сессии прошло. Я думаю, что все остальные к нам потянутся. Я бы хотела поблагодарить всех присутствующих за то, что вы, собственно, смогли уделить время в столь ранний час в рабочее время нашей сессии. Я считаю, что наша сессия крайне актуальна на сегодняшний момент как для онкологов, так, возможно, и для представителей других специальностей, в том числе инфекционистов. Потому что очень часто возникают ситуации, когда мы вынуждены работать, и слава богу, что мы можем работать рука об руку. У нас с коллегами есть несколько случаев лечения совместного пациентов как с гепатитами и онкологическими заболеваниями, так и с ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями. Это достаточно сложный вопрос, потому что я могу сказать, что я как онколог настолько детально в инфекциях не разбираюсь. И если у меня есть пациент, сопровождающий его инфекцией, я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к специалистам, которые мне всегда могут помочь. Я надеюсь, что у моих коллег-инфекционистов такая же версия по поводу общения с онкологами. Сегодня в нашей сессии будут представлены 4 крайне интересных доклада, но во всяком случае 3 точно, посвященные возможности взаимодействия специалистов разных специальностей в лечении онкологических пациентов, имеющих сопутствующую инфекцию. И мне бы очень хотелось пригласить для первого доклада Леонова Ольгу Николаевну, которая представит взгляд именно инфекциониста на лечение пациентов, имеющих ВИЧ-инфекцию и онкологическое заболевание. Пожалуйста. Не для того, чтобы вас напугать, совершенно нет, а для того, чтобы вы тоже понимали, насколько тяжело, наверное, инфекционистам в том числе. Я бы, может быть, даже сказала, что в этой области нам значительно труднее, нежели чем онкологам. Сейчас я вам это буду доказывать. Посмотрите, пожалуйста, вот Санкт-Петербург, да, нет, это Российская Федерация, извиняюсь, Санкт-Петербург ниже покажу. Что у нас происходит в Российской Федерации? А у нас увеличивается количество пациентов с ВИЧ-инфекцией, растет число, естественно, и смертности, 23%. Должна сказать, что статистика, она вообще многолиткая статистика, да, вот здесь совершенно спокойно, как в Российской Федерации, так и в Санкт-Петербурге можно умножить на 3. И, по крайней мере, эпидемиологи в данной ситуации нас поддерживают. Кто такие для нас, как для инфекционистов, самые, ну, наверное, сложные пациенты и опасные, я бы сказала? Опасные – это те, которые либо первично выявлены на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, либо нераспознанные пациенты. Есть и такая группа. И вот я вижу, здесь сидит молодёжь у нас, которую я хочу всё-таки ещё раз предупредить быть бдительными, бдительными в личных отношениях, так же и с пациентами, потому что каждого пациента мы с вами должны рассматривать как потенциально ВИЧ-инфицированность, охраняя своё здоровье. Итак, посмотрите, пожалуйста, наша-то проблема на самом деле, она возникла не сегодня и даже не вчера. Глобальная проблема для Санкт-Петербурга, она возникла вот здесь вот в 2000-е годы. И на сегодняшний день мы с вами получаем тот большой поток пациентов уже в глубоких стадиях СПИДа, которые были, молодёжь, которая была заражена в 2000-х годах. Получаем непростых больных, получаем постаревших больных уже со своими коморбидными заболеваниями и состояниями, а также пациентов с тяжёлыми стадиями ВИЧ-инфекции. Здесь возраст по каждому. Посмотрите, пожалуйста, у меня, например, в отделении палеоативной помощи, да и вообще в отделении стационара центра СПИДа, мы всё чаще наблюдаем пациентов старше 50 лет. Есть пациенты 80 лет, 70 лет, не зря об этом говорю. Покажу слайд ниже, когда вот данные пациенты обращаются в различные ЛПУ города, и у врача не срабатывает даже то, чтобы мысль на то, чтобы обследовать данного пациента на ВИЧ-инфекцию. Они проходят многие стационары города, и пока они попадают с ВИЧ-инфекцией ко мне, к сожалению, как в последнюю инстанцию, это бывает безнадёжно. И это на самом деле. Поэтому обращайте внимание, ЛПУ города, посмотрите, 113-й код. Только за полгода в 24,5%. Что такое 113-й код? А это обследование вновь выявленных пациентов по клиническим каким-то проявлениям. То есть пациент приходит с жалобами к вам на приём, с какими-то уже клиническими проявлениями. Конечно, отсортировать ВИЧ-инфекцию и просто от сопутствующей патологии бывает крайне редко. Тем не менее, пожалуйста, имейте такую настороженность, поскольку на сегодняшний день у нас уже даже доминирует вновь выявленных пациентов половой путь заражения. Понятно, да? То есть не наркопотребители идут как основные распространители ВИЧ-инфекции на сегодняшний день. Эта группа уже насытилась. У нас нет в Санкт-Петербурге уже таких активных наркопотребителей. Поменялся состав наших больных. Половой путь. Обращайте на это, пожалуйста, тоже внимание. А вот посмотрите, пожалуйста, вновь выявленные пациенты с какими оппортунистическими заболеваниями. Излокачественное новообразование 2,1% у вновь выявленных пациентов. То есть уже крайне тяжёлые. Они могут быть ВИЧ-ассоциированы, не ВИЧ-ассоциированы, не важно. Самое главное, что они с ВИЧ-инфекцией. И всё-таки здесь должен быть взгляд другой. И у инфекционистов, и у онкологов взгляд на данных пациентов. Время от момента заражения и смерти наших пациентов. Посмотрите, какое количество больных мы хороним, собственно говоря, через 1 месяц после выявления ВИЧ-инфекции. То есть пациент попадает к нам уже практически в терминальной стадии. Почему? Потому что когда-то на каком-то этапе врач не обратил внимания. И десятилетняя выживаемость всё-таки у нас есть шанс. На самом деле на сегодняшний день наши пациенты живут 30-35 лет. Это, по крайней мере, то, что мы знаем и по зарубежным данным. И, собственно говоря, вот по моему опыту, я знаю, что пациент живёт 20 лет. 20 лет я занимаюсь ВИЧ-инфекцией. И он ко мне уже пришёл практически в стадии спида. То есть это ещё 5-10 лет, как он заразился. Итак, мы идём дальше. Поздно выявленные пациенты. Кто же это такие? Это низкие CD-показания уровня CD4-лимфоцитов. Наверное, вы с ними знакомы, с уровнем нормы CD4-лимфоцита. У здорового человека 550 и 1000 выше. А у наших пациентов бывает ноль. То есть это практически пациент без какой-то иммунной защиты своей. Я всегда говорю, как наморожденный ребёнок, которого надо охранять от всех инфекций. Именно поэтому мы им рекомендуем, и я вас прошу, вдруг на пути попадутся такие больные, убрать всех животных, потому что каждое животное со своими оппортунистическими какими-то там заболеваниями. И очень много наших пациентов именно заражаются от своих домашних животных. Вот, кстати, высокая вирусная нагрузка ВИЧ не только в ликваре, а ещё и в спинномозговой жидкости. То есть разрушение головного мозга, понятно, да? И оппортунистические инфекции на этом фоне. Вот что происходит со стадией СПИДа. Почему наше государство как-то не очень любит говорить о стадии СПИДа? Потому что вот эти пациенты обходятся в десятки раз дороже, нежели чем те больные, которым мы назначаем антиретровирусную терапию, ну вот при выявлении при среднем уровне СИД-4 лимфоцитов. А здесь, конечно, дорого. Здесь дорого, и нужны такие вложения большие, материальные, которые становятся именно бременем для нашего государства, да и для нас, наверное, с вами в том числе. Посмотрите, 2009 год – это 1%, а уже 17, почти 8% от всех ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации. Идём дальше. Стадии ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге. Посмотрите, пожалуйста, 4В и 5-я стадия. 5-я стадия – это вообще терминальная стадия. И если вам попадается пациент с ВИЧ-инфекцией, посмотрите, пожалуйста, классификация. Классификация у нас идёт, российская классификация по Покровскому. Это стадии, они клинические, то есть по клиническим признакам, а не классификация CDC. CDC – это мы бы все в стадии СПИДа были. Они определяют уровень CD4-лимфоцитов. У нас клиническая классификация. Почему, обращая на это внимание, я вижу, молодёжь сидит? Потому что когда вы будете, допустим, переводить, направлять больного, поставьте стадию, там 4, предположим, А, под вопросом. И мы все скажем, какой умный у нас доктор, который всё-таки подумал о ВИЧ-инфекции, а ещё и поставил стадию. Пусть она стоит неправильно, но будет под вопросом. Но вы о ней подумали. Итак, посмотрите, пожалуйста, действительно растёт количество пациентов с ВИЧ-инфекцией, независимо от того, что у нас есть антиретровирусная терапия. И меня всегда спрашивают, если у вас есть антиретровирусная терапия, почему пациенты умирают? Скажу позже об этом. Посмотрите, пожалуйста, оппортунисты те, которые есть в Санкт-Петербурге. Онкология у нас 3,4%. Тяжёлые больные, крайне тяжёлые больные. А самое главное, мы дальше не знаем иногда, что с ними делать, что первично, лечить опухоль или всё-таки назначать антиретровирусную терапию. Вот здесь мы должны прийти к единому мнению, и в ноябре у нас будет большой форум по онкологии, где мы всё-таки, наверное, какие-то общие стратегии будем вырабатывать. Растёт и увеличивается количество действительно в стационаре. У нас стационар на 180 коек и находится на улице Бумажная. Хороший стационар, великолепный. Можете прийти на экскурсию, всё покажу. Злокачественные заболевания. Посмотрите, какой рост имеют. Дальше. Это у нас больные, получающие антиретровирусную терапию. Мы их здесь разделили на ВИЧ-ассоциированные и не ВИЧ-ассоциированные. На самом деле для нас большой разницы это не имеет. И они приходят, что ВИЧ-ассоциированные и не ВИЧ-ассоциированные с низким иммунным статусом. И иногда ты сам задумываешься, отчего низкий статус. То ли прогрессирование ВИЧ-инфекции, то ли прогрессирование онкологии. То ли онкология на фоне ВИЧ-инфекции, то ли ВИЧ-инфекция прогрессирует на фоне онкологии. Вопрос спорный. И иногда, знаете, вот даже мы на нём и не зацикливаемся. Больной с низким иммунным статусом. Что нам делать дальше? Дальше. Онкопатология при ВИЧ-инфекции. Посмотрите, пожалуйста, что у нас происходит вокруг. Старение, естественно, онкология, как и у любого пациента и без ВИЧ-инфекции. Стадия СПИДа, конечно, влияет прогрессирование ВИЧ-инфекции на саму онкопатологию. Хроническое провоспаление, воспаление, апротонистические заболевания, коинфекции, образ жизни. Но никто не отменял курение, хотя мы сто раз уже и говорим. Сразу воспитать нельзя на наших наркозависимых и алкоголезависимых пациентов. Естественно, пагубные привычки есть, к сожалению. И это всё влияет, естественно, на онкопатологию и развитие ВИЧ-инфекции. Тезисно скажу. Отмечается особенный рост количества рака лёгких, печени, прямой кишки. Не забывайте, пожалуйста, что у нас есть и, в общем-то, скомпрометированные группы. Это, например, гомосексуалисты. Кстати говоря, очень часто у них развивается рак прямой кишки. Тоже обращайте внимание, пожалуйста, на это. Итак, посмотрите, здесь я разделила ВИЧ-ассоциированная онкология. Это неходшкинские лимфомы, саркома, капоши, первичные лимфомы центральной нервной системы, рак шейки, матки. А вот причины, которые вызывают наши онкопатологии, ну и, скорее всего, и вашу тоже. Почему? Потому что вот эти вирусы, на которых мы раньше вообще не обращали, собственно говоря, внимания, да, по многим причинам не было у нас противовирусной терапии, не было у нас препаратов для лечения этих, как бы, герпесвирусных инфекций, потому что она очень дорогое, вот это вот лечение, да, цитомигаловирусная инфекция, очень дорого её лечить. Иногда больные обходятся чуть ли не 300-500 тысяч за курс лечения и дальнейшее продолжение. Итак, посмотрите, пожалуйста, я всё время думала и училась у онкологов, когда мы открыли первое отделение палеотивной помощи в Российской Федерации, честно говоря, я не знала, к кому обратиться, потому что за рубежом палеотивная помощь для ВИЧ-инфицированных, для них это становится уже неактуально. Но, как я говорю, всё время чужое платье одеть на свою фигуру – это просто невозможно. И я стала, конечно, прибегать к опыту, большому опыту онкологов в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, я видела всё-таки разницу между пациентом с ВИЧ-инфекцией и онкологическим пациентом. Я вам должна сказать, это, конечно, всё равно у нас более молодой возраст больных, что тоже осложняет, я бы сказала, даже не течение ВИЧ-инфекции, а исход её, потому что умирают они совершенно по-другому. Но это отдельная тема, не буду говорить на этой сессии. Прогноз заболевания. Конечно, у нас ВИЧ-инфекция, как бы мы с ней ни боролись, это фатальное заболевание. Вы должны очень хорошо помнить. 5 лет, 10 лет и множественная патология. Иногда больной приходит и с онкологией, и с оппортунистическими заболеваниями, и с прогрессированием ВИЧ-инфекции. И вот как вот это всё сразу лечить, бывает очень трудно, и это очень сложный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, это вот на нашем стационаре данные. Лимфома Беркета, саркома Капоша, рак шейки матки. Казалось бы, вот 126 больных, ну, наверное, не очень много, да, за сколько лет там получилось, за 6-7 лет. А на самом деле для нас это бывает тупиковая ситуация. Почему? Потому что больного никуда нам не перевезти, не деть. И мы, в общем-то, начинаем разбираться и уже с онкологией. ВИЧ-инфекции не ассоциированные, посмотрите тоже, да, лимфомы различные. Это вот всё то, с чем нам пришлось, к сожалению, столкнуться. Итак, посмотрите, основные причины смерти у пролеченных пациентов в нашем стационаре. 9,8 у меня получилось онкологических проблем, те, с которыми мы столкнулись. На самом деле цифра большая. Наши проблемы, те, которые, наверное, я должна здесь озвучить, сказать и поделиться с вами. Может быть, даже какой-то получу и совет. Посмотрите, какие у меня проблемы. Вот я вчера сидела и думала, в чём же мои проблемы и как мне это всё озвучить. А диагностика? Действительно, мы упираемся в диагностику. Мы очень рады, что у нас на сегодняшний день работает хирургическое отделение. Мы можем взять биопсию лимфатического узла. Мы зачастую начали делать, запустили механизм лапароскопической диагностики внутрибрюшных лимфатических узлов. Потому что иногда думаем, что это атипичный микобактериоз. Раз, а тебе это лимфома оказалось. То есть у наших больных настолько бывают диагнозы непредсказуемые. И исход их тоже непредсказуемый, к сожалению. То есть диагностика для нас – это действительно большая проблема. Почему? Потому что взяли биопсию. А дальше что с ней делать? А куда её вести? И вот начинаешь всё время думать, как дальше это пристроить. Социальное и психологическое состояние больного. Да, конечно, иногда родственники привозят, оставляют, и всё, никому он не нужен. И даже этот анализ мне некому отвезти. У меня медсёстры возят вот эти анализы на иммуногистохимию, если удаётся договориться где-то в городе. Обезболивание. На самом деле для меня это большая проблема. Почему? Потому что у нас только в реанимации наркотические препараты. Выделения наркопрепаратов у нас нет. А естественно, те поликлиники, где, допустим, состоит даже у онколога данный пациент, нам, естественно, эти препараты никто не даст. Поэтому бывают сложности. Сложности почему? Потому что не всегда это возможно взять, и нет такого количества наркотических препаратов. Сочетание антиретровирусной терапии и с вашими препаратами онкологическими. А здесь тоже надо смотреть драконтеррешн, то есть мы тоже должны смотреть по совместимости данных препаратов. И потом, хорошо, мы сделали иммуногистохимию. Благо, есть Анастасия Викторовна, которой можно позвонить и пристроить как-то лимфомы в этом городе. Анастасия Викторовна нам даёт чёткие задания. Ольга Николаевна, сделайте, пожалуйста, МРТ головного мозга, КТ грудной клетки, КТ брюшной полости. Тогда мы, может быть, возьмём больного. И вот Ольга Николаевна начинает метаться. Знаете, почему? Потому что больные тяжёлые. В плане того, что мы делаем по УМС сейчас вот эти все обследования, когда дают место, когда не дают место, как больного отправить, на каком транспорте, снять медсестру с поста для того, чтобы сопроводить данного больного. А иногда больной просто не может физически лежать. Почему? Потому что различные контрактуры и так далее и тому подобное у данного пациента. То есть есть свои сложности, чтобы даже перевести нашего больного в надёжные руки. И дальше. Дальше. Иммуногистохимия. Тоже очень большой, кстати говоря, большая проблема. Почему? Потому что у нас есть некоторый договор в городе. Вот сейчас только появился. И то мы, предположим, в год можем сделать 10 иммуногистохимий. Потому что метод дорогой. Не всегда как бы это возможно. И вот врач начинает считать финансы. Понимаете, в чём проблема врачей? Не потому что вот я считаю это сделать так, и это обоснованно. А потому что мне нужно ещё подумать. А как это всё сделать подешевле? Ну, не знаю как. И онкологические хосписы не хотят наших видеть больных там, к сожалению. И это на самом деле так. Не хотят. И очень часто родственники приходят, и Ольга Николаевна, возьмите. Трудно бывает. Перевод в онкологический стационар. Вообще, вот я бы здесь крест поставила, ни одного больного у меня никто не взял. За весь период времени. И трудности в лечении. Конечно, это уровень СИЗИ 4 раз. Это сопровождение больного, то есть социальные те проблемы, которые перед нами становятся. Тромбоцитопении тоже упираемся. Кстати говоря, ВИЧ-инфекция вызывает тромбоцитопению и даже без онкологии. А если ещё, предположим, вы назначаете свои препараты, и больной поступает с аномии, с тромбоцитопении, то нам приходится с этим тоже справляться. Вот такие пациенты у меня. Вот такая генерализованная саркома, которую в итоге в городе никто не взял. Несмотря на то, что там был отец, который бегал по онкологам, так молодой человек и умер. Мы ничего не могли сделать, и никакого лечения ему, кроме нашей антиретровирусной терапии, симптоматического лечения, мы ему не дали. Лимфомы, посмотрите, пожалуйста, да, тоже, в принципе, он заходит, я уже понимаю его диагноз. А вот попробуй диагносцируй, верифицируй данный диагноз, да, и ещё его куда-нибудь устрой. Смертники. Я вам сразу говорю, я их вижу и понимаю, что это безнадёга.ру. Это на самом деле так для моих больных. Посмотрите, пожалуйста. Да у меня первая проблема возникает, как накормить больного элементарно, как его обиходить, как его социально, наверное, как-то, ну, какое-то благополучие ему создать. Уже даже не о том, чтобы с онкологами подружиться, и кто-то бы их взял. Понятно, да? Это на самом деле так. Посмотрите, женщина поступила. Онкология просто налицо. Итак, дальше идём. Дивдиагностика. Конечно, очень сложно бывает лимфому отдиагностировать с тем же таксоплазмозом головного мозга, да. Такой же перифокальный отёк. Собственно говоря, что делаем? Бедные инфекционисты лечат и бедного больного. Лечим от таксоплазмоза головного мозга. Есть такое очень хорошее выражение, молодёжь, берите на вооружение. Экстювантибус. Пальцем в небо. Вот если за неделю он даст какой-то эффект по лечению, значит, мы попали. Значит, это таксоплазмоз головного мозга. Несмотря на то, что мы его пунктируем и не всегда получаем таксоплазму. Это не отменяет диагноз. А если уже нет эффекта, то мы понимаем, что это лимфома головного мозга. Значит, опять-таки, да, здесь уже успех. Если у больного хотя бы больше 200 клеток, есть надежда. Если больной социально сохранен и вообще есть какие-то родственники, хоть как-то его обустроить и обеспечить. Драконтерэшн. Молодёжь, берите, пожалуйста, вот на заметку. Это все препараты, которые вы можете здесь посмотреть по совместимости. Независимо ни от чего. Так, здесь у меня что-то пустой слайд. И совместимость АРВТ с онкологическим препаратом. Вот это даже мы с Анастасией Викторовной разработали сами. Почему? Потому что я должна понимать, когда ко мне онкологи больного присылают, всегда хотелось бы знать, какую противовирусную терапию он будет получать. Не противовирусную, а онкологическую терапию. И мы смотрим по совместимости, какую противовирусную нашу терапию мы можем ему дать. Вот тоже, видите. Но, тем не менее, возникает полипрагмазия. Есть такое понимание, как полипрагмазия, да, множество таблеток. А множество таблеток – это и токсические эффекты, это синдром реконституции. То есть это тот большой наплыв, собственно говоря, трудных ситуаций, которые, наверное, переживать надо врачу вместе с пациентом. Так, и, наверное, выводы. Выводы о том, что увеличивается количество пациентов с ВИЧ-инфекцией, увеличивается число больных с онкологическими проблемами вследствие, во-первых, низкого иммунного статуса наших пациентов, а также с возрастом. И, наверное, давайте дружить домами, я бы так сказала. Так что спасибо вам большое за понимание. И врач-инфекционист и онколог, наверное, очень много еще могут сделать для наших пациентов. Спасибо. 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 Спасибо большое за вопрос. Я поняла. Значит, что мы делаем на сегодняшний день? Мы, если выписываем пациента с онкологическим заболеванием, мы заполняем, значит, таких четыре большие простыни, я бы сказала, да, отправляем один, отправляем в именно поликлиническое отделение, где уже будут знать, что онкологически больной, а другой, по-моему, в онкологический кабинет. Вы знаете, это единственное, что на сегодняшний день делается. Остальное все только на любезности врачей. И сам больной пациент дойдет до врача. Мы даем все рекомендации. Мы назначаем антиретровирусную терапию, даем рекомендации дойти до онколога. Но, как вы понимаете, он-то до инфекциониста нечасто может дойти. Поэтому они теряются и умирают, скорее всего, дома. Я бы сказала так. Так что наши пациенты практически безнадежные. Было много пациентов, когда онкологи помогали. И у меня есть такие действительно больные. Но это, не постесняюсь сказать, это были вполне социально адаптированные, материально, в принципе, не озабоченные люди. Вот и все. А так это большая проблема. Это огромная проблема. И действительно, я понимаю, понимаете как. Но я даже не порекомендую, я бы сказала так, допустим, активного наркопотребителя. Я все понимаю. Но есть совершенно другой социальный слой появился у наших больных. Поэтому именно нам нужны онкологи, нам нужно взаимодействие. Все-таки народ пошел совершенно другой касты. Я бы так сказала. Поэтому призываю к дружбе буквально всех. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Николаевна, еще раз. Я бы попросила, передаю информацию просто от нашей технической службы, что если у кого-то есть вопрос или комментарий, просьба говорить в микрофон, который мы, безусловно, вам предоставим, потому что иначе не слышно трансляции. Ольга Николаевна была слышна от и до. Мне бы хотелось, если есть возможность, Елене Викторовне тоже немножечко ответить на этот вопрос, потому что я как онколог и как главный или единственный консультант больницы Боткина, и в данном случае коллега Анастасии Викторовны, как главного консультанта Центра СПИДа, могу сказать, что маршрутизация онкологических больных существует только как маршрутизация онкологических пациентов. Я знаю, в какой район города, в какой онкологический центр я должна отправить пациента, даже имеющего ВИЧ-инфекцию. Это не проблема. Написать в карте пациента, что он идёт в горонкодиспансер или в КНПЦ, довольно просто. Проблема возникает на следующем этапе. Когда пациент приходит, у него видят B23 или ВИЧ-инфекцию, и дальше начинаются вопросы. Какие-то мифические представления о том, сколько клеток у него должно быть, какая РВТ у него должна быть, и находится практически любой повод для того, чтобы не брать пациента или долго выяснять с инфекционистами. Поэтому, конечно, мы попадаем в достаточно большую проблему, но поскольку контакты мы пытаемся наладить, и мы больше знаем друг о друге уже, я надеюсь, что, конечно, дальше и онкологи, я сейчас больше за себя на самом деле говорю, прекратят бояться пациентов ВИЧ-инфицированных, пациентов, имеющих гепатит С и гепатит В, именно в этом, наверное, корень проблемы. И тогда нам также будет не страшно лечить этих пациентов даже агрессивной химиотерапией. Поэтому спасибо огромное за интереснейший доклад. И я передаю микрофон своей коллеге Елене Владимировне для представления следующего докладчика. Коллеги, следующий доклад тоже очень-очень интересный. В продолжении первого доклада Некрасова Анастасия Викторовна представит тему «Злокачественное образование у ВИЧ-инфицированных пациентов. Взгляд онколога. Другая сторона вопроса». Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, не другая сторона, а всё та же. Ну что, начнём. Россия – одна из немногих стран в мире, в которой продолжает увеличиваться количество как впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции, так и растёт кумулятивное число ВИЧ-инфицированных пациентов. В настоящее время, на 1 января 2018 года, в Российской Федерации зарегистрировано более миллиона пациентов. А общее количество пациентов, умерших от разных причин, связанных с ВИЧ-инфекцией или случайных смертей, больше 250 тысяч. Открытие ВИЧ-инфекции связано с работами двух независимых исследователей. Робертом Калу, который возглавлял Институт изучения рака США, и Люк Монпатье, который являлся сотрудником НИИ Пастера во Франции. И происходило это в 1981 году, когда они описали атипичное течение саркома Капоши у пациентов, практикующих секс с мужчинами. Также на основании их работ было введено ВИЧ-инфекционное заболевание, при котором вирус иммунодефицита человека инактивирует клеточный иммунитет, что вызывает развитие как злокачественных опухолей, так и развитие оппортунистов. На основании их работ была создана классификация CDC 1993 года, при которой все злокачественные новообразования разделяются на ВИЧ-ассоциированный или спид-индикаторный, к которому относятся саркомы Капоши, неходшкинские лимфомы, и инвазивный рак шиекематки. Неинвазивный рак шиекематки или ЦИН-3 или неинвазивная карцинома не относятся к спид-индикаторным ракам. Когда выставляется диагноз, учитывайте, пожалуйста, этот момент. И к ВИЧ-неассоциированным, которым до настоящего времени относятся как анальный рак, так и лимфомы Ходжкина. Какие же патологические изменения происходят у ВИЧ-инфицированного пациента, которые могут приводить к развитию злокачественных новообразований? Это утрата антител к онкогенным вирусам, это и вирус папиллома человека, и вирус Эпштейн-Бара. Утрата цитотоксических СИД-8 клеток. При вирусе иммунодефицита снижаются не только СИД-4 лимфоциты, но и СИД-8. Что такое СИД-4? Это кластер лимфоцитов. Это часть лимфоцитов, отвечающая за противоопухолевый ответ. И на этом основано проведение всей иммунотерапии онкологическим пациентам. Об этом скажу ниже. Также происходит утрата антител к опухолевым клеткам, угнетение активности НК клеток, избыточная продукция цитокинов и хроническая антигенная интоксикация с самим вирусом иммунодефицита человека, которая подавляет апоптоз клеток. Факторы, способствующие увеличению количества злокачественных новообразований у ВИЧ-инфицированных пациентов. Можно много говорить о курении и прочем, но прежде всего это вирусные коинфекции, это вирусные и гепатиты, В, С, и вирусы Эпштейн-Бар, все вирусы семейства герпесов, цитомигаловирус, вирус Эпштейн-Бар, хроническое воспаление. С чем мы столкнулись за последнее время? Увеличивается количество пациентов с злокачественными новообразованиями, с первично множественными, метахромными. То есть пациент пролечил лимфому Ходжкина, не Ходжкинскую лимфому, и через 5-6 лет пациенты приходят с абсолютно другой опухолью. Это то, с чем мы сталкиваемся. Да, конечно, социально-экономический статус пациентов, доступ к медицинскому обслуживанию, но, к счастью, сейчас статус пациентов меняется. Это не то, что было в 2006-2010 году. Сейчас увеличивается количество впервые выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов, инфицированных половым путем, и притом гетеросексуальным. Нужно ли проводить скрининг? Да, нужно, но в настоящее время зарегистрированные показания для проведения скрининга – это рак молочной железы, рак толстой кишки, рак предстательной железы – это всё старшая возрастная группа. Для ВИЧ-инфицированных пациентов возраст для проведения скрининга должен быть уменьшен, но у нас нет нормативных актов, которые бы давали нам возможность проводить скрининг среди ВИЧ-инфицированных пациентов в более раннем возрасте. Возможно, в ближайшее время это будет пересмотрено, и у нас появится такая возможность. Вакцинация. Да, вакцинация введена для ВИЧ-инфицированных. Можно ли профилактировать рак шейки матки? В какой-то степени можно, но в такой момент, если развивается рак шейки матки, существует высокая вероятность резистентности к платиновым препаратам, а это основной базовый препарат для лечения рака шейки матки. Применение антиретровирусной терапии в России началось с 2006 года, в США с 1996 года. Так и идем мы с отставанием на 10 лет и по эпидемии в том числе. Помимо положительных аспектов, таких как снижение количества оппортунистов, снижение количества ВИЧ-ассоцированных опухолей, могло ли введение антиретровирусной терапии привести к увеличению злокачественных новообразований? Начиная работу по клинико-эпидемиологическому учету пациентов с злокачественными новообразованиями в ВИЧ-инфицированных, мы ожидали увидеть через 10 лет широкого применения антиретровирусной терапии снижение спид-индикаторных состояний, но, к сожалению, этого не произошло. Антиретровирусные препараты – это данные различных авторов, преимущественно это ранние годы, то есть в 1996 году появилась АРВТ на Западе, и это данные по рискам развития злокачественных новообразований в популяции пациентов в Америке. У нас это не подтверждено. Может быть препараты не те, может быть еще выборка маленькая. Факторы риска развития злокачественных новообразований. Возраст старше 50 лет. Стандартная фраза, но для ВИЧ-инфицированных медиана развития злокачественных новообразований – 38 лет. Отсутствие ранее проводимой антиретровирусной терапии. Только в 2018 году стала доступна антиретровирусная терапия всем пациентам в Санкт-Петербурге, у которых на момент выявили ВИЧ-инфекцию, есть финансовая возможность назначения антиретровирусных препаратов. В целом охват по России от 30 до 70-80%. Также в Московской области, например, существует возможность постконтактного назначения антиретровирусных препаратов. В Санкт-Петербурге широко это еще не введено, только если пациенты самостоятельно приобретают препараты. Наличие оппортунистических инфекций. Что такое оппортунисты? Это кандидоз, туберкулез, вся та палитра, которую мы видим у ВИЧ-инфицированных. Эти же пациенты страдают злокачественными новообразований. Наличие вирусных гепатитов и еще один такой интересный факт. Очень много пациентов приходят к нам на фоне АРВТ, но не имеющие подавленной вирусной нагрузки. Подавленной вирусной нагрузкой считается уровень вируса ВИЧ ниже 40 копий при приеме антиретровирусных препаратов длительнее, чем 6 месяцев. Очень много пациентов, во-первых, это связано с тем, что пациенты пропускают приемы препаратов, низкая приверженность к терапии, но также и сопутствующие коинфекции. Активные вирусные гепатиты, как ВС, так и Дельта, могут давать отсутствие подавления вирусной нагрузки. Конечно, это оппортунисты. На основании этого был разработан алгоритм ранней диагностики злокачественных новообразований у пациентов с ВИЧ-инфекцией, куда вошел возраст, пол, как фактор риска мужской пол, отсутствие антиретровирусной терапии или отсутствие подавленной вирусной нагрузки на фоне проводимой антиретровирусной терапии длительностью 6 месяцев, наличие оппортунистических инфекций, наличие вирусных гепатитов, несмотря на то, что вирусные гепатиты в настоящее время – это курабельное заболевание, и пролеченный вирусный гепатит С или базовая терапия ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита В не снижается как фактор риска развития злокачественных новообразований. На основании этого была предложена больная система, которая включает от 0 до 9 баллов, которая представлена на этом слайде. Что же происходит в реальности? Длительность анамнеза у большинства пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями ВИЧ-инфекцией от 2 до 5 месяцев. С чем обращается пациент? Слабость, лихорадка, Б-симптомы – это характерно для всех оппортунистов, с которыми сталкиваются врачи-инфекционисты. И существует достаточно низкая онкологическая осторожность, то есть проще исключить туберкулез, проще исключить сетомингаловирус, чем выполнить биопсию, найти, где её посмотрят, и отправить пациента так, чтобы ему сказали, принимайте антиретровирусную терапию, вы не нуждаетесь в противоопухолевом лечении. Так достаточно часто генерализованным пациентам с саркомой КПШ мы видим эти консультативные заключения. На генерализованные лимфомы пишут, что целесообразно назначение АРВТ и терапия в центре спина. Я смотрю этих пациентов на потоке. Вирус Эпштейн-Бар относится к герпесу четвёртого типа, как клинически проявляется. Прежде всего, это увеличенные периферические лимфатические узлы и синдром хронической усталости. ВИЧ-инфицированный пациент, предъявляющий жалобы на общую слабость и периодически поднимающуюся температуру до 37-37,5 градусов большинство инфекционистов, терапевтов не вызывают никаких факторов как бы настороженности. Что мы видим в результате? Что вирус Эпштейн-Бар достоверно влияет на общую пятилетнюю выживаемость у пациентов с злокачественными новообразованиями и достигает практически 80% у пациентов с нехотшкинскими лимфомами, практически 40% у пациентов с лимфомой Ходшкина и встречается практически у всех пациентов с злокачественными новообразованиями. Какими к нам доходят пациенты? Лимфома Беркета. Пациент до лечения обследовался в течение 5 месяцев. После первого курса частичный регресс. Пациент в настоящее время жив прошел практически 2 года. Плазмобластная лимфома и первые пациенты, второй пациентки выполнена аутологичная трансплантация, в настоящее время ПЭТ-негативный статус. Результаты гистологических исследований периферических лимфоузлов у 55% подтверждено злокачественный процесс. В настоящее время на 1 июня 2018 года в Санкт-Петербурге учтено 640 ВИЧ-инфицированных пациентов с различными злокачественными новообразованиями. По-прежнему лидируют не Ходжкинские лимфомы, второе место это лимфома Ходжкина, саркома Капыша, достаточно часто рак легкого, и мы видим рост за последние 1,5-2 года первично множественных злокачественных новообразований. Заболеваемые злокачественными новообразованиями по годам не имеют никакой закономерности, имеют волнообразное течение, и по-прежнему это пациенты в возрасте до 40 лет. Как изменились пациенты с злокачественными новообразованиями? Если в 1994 году это были преимущественно пациенты, заболевшие в результате употребления инъекционных наркотиков, являлись активными наркопотребителями, и злокачественное новообразование ВИЧ-инфекция выявлялась у них в 30% случаев, то сейчас пациенты также в четверти случаев выявлены одномоментно злокачественное новообразование и ВИЧ-инфицированные преимущественно половым путем, при том в 18% это мужчины, практикующие секс с мужчинами и соответствующими злокачественными новообразованиями. Это рак прямой кишки, рак орофарингеальной зоны и саркомы капоши. Несколько реже у них встречаются неходшкинские лимфомы и лимфомы ходшкина. Возраст пациентов это медиана возраста 35 лет. Как мы можем повлиять на лечение и на выживаемость пациентов с злокачественными новообразованиями? Чем выше уровень CD4-х лимфоцитов на начало проведения противоопухолевой терапии и диагностики злокачественного новообразования, тем выше общая пятилетняя выживаемость. Почему общая пятилетняя выживаемость? Если мы берем за основу 200 клеток по CD4-м, то общая пятилетняя выживаемость у пациентов с злокачественными новообразованиями составляет 13%. Если мы увеличиваем CD4 теоретически до 300, то этот показатель увеличивается до 18%. А это всего лишь один управляемый показатель. Если мы снижаем еще количество оппортунистов, улучшаем качество медицинской помощи и доступ пациентов к лечению. 14%. Характеристика пациентов с злокачественными новообразованиями. Как менялись пациенты? По-прежнему это мужчины, не получавшие антиретровирусную терапию. Медиана CD4, если мы посмотрим, в 1994 году составляла около 250, сейчас мы достигли этого рубежа в 300 клеток. Но это медиана, то есть у кого-то 0, а у кого-то 600. Насколько часто мы видим оппортунистические инфекции? Мы их видим ровно так же, как и инфекционисты. Активный туберкулез. Является ли активный туберкулез прямым противопоказанием к проведению противоопухолевой терапии? Все классические химиотерапевты и онкологи скажут, да является. Единственное место, где проводят химиотерапию пациентов с активным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, это вторая туберкулезная больница. Если будут такие пациенты, готовы поспособствовать переводу их туда при наличии регистрации в Санкт-Петербурге. Микоза. Кандидоз. Мы можем ждать, пока у пациента пройдет кандидоз слизистой, изменение ногтей, еще что-то. Не будем мы этого ждать. И нужно назначать лечение банальными препаратами. Флюконозол идет в профилактике на высокодозную химиотерапию пациентов и не имеющих ВИЧ. Не будете сдавать лечебную дозу флюконозола, которая составляет не 150, а 400 мг на флюконозол. Проражение ЦНС. При выполнении лимбальных пункций у пациентов с неходшкинскими лимфомами, получив цитоз 20-30, о чем мы должны думать не только о нейролейкозе, но и наличии оппортунистических инфекций, определить вирусную нагрузку ВИЧ нам помогают коллеги из Центра СПИДа. Это выполняется технически на обводном 178. Если такие пациенты будут, обращайтесь. Инфекция легких. Все то же самое пневмонии. Пневмоцистные пневмонии. Можно вылечить у ВИЧ-инфицированного пациента пневмоцистную пневмонию. Высокие дозы бисептола, но отвечают достаточно быстро, если они на фоне РВТ. Гепатиты. И В, и С. Возможно ли проведение противовирусной терапии одномоментно с химиотерапией? Да, возможно. В лекарственных взаимодействиях вы это посмотрите и обратитесь к инфекционистам, чтобы по ВИЧ-инфекции вам давали препараты, которые не вступают в межлекарственные взаимодействия. Вирус Собштейнбара. Да, высокое количество инфицирований, а также цитомигаловирус. Структура злокачественных новообразований. Продолжение предыдущего слайда. Все, чем болеют люди без ВИЧа, тем же болеют и пациенты с ВИЧ-инфекцией. Не буду останавливаться. Клиническая характеристика пациентов. Это данные за 2016 год. Отдельное наблюдение цесаркома капыша, рак шейки матки, рак лёгкого, рак молочной железы, рак толстой кишки. Всё то же самое. И микозы, и поражение лёгких, и поражение центральной нервной системы. Есть ещё такая закономерность. Чем ниже уровень CD4, тем больше осложнений злокачественных новообразований неинфекционных. Это и синдром издавления нижней и верхней половой вены, и распад, и кровотечение. Возможно, это связано с тем, что пациенты достаточно поздно обращаются за медицинской помощью, но для лимфом вопрос дискутабелен. По-прежнему не 100% получают противоопухолевое лечение. В среднем это порядка 55%. Оппортунисты, не буду на этом останавливаться. Б-клеточная лимфома. В Санкт-Петербурге, в Федеральном центре НИИ детской гематологии трансплантации костного мозга, в 2015 году открыто отделение химиотерапии, на котором получают лечение пациенты как с ВИЧ-инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции. Мы делаем все линии химиотерапии и проводим аутологичную, единичный случай пациентов, кто получил аллогенную трансплантацию костного мозга. У пациентов в стадии СПИД, то есть это 4-я ВИИ и 5-я стадия, злокачественные лимфомы встречаются до 100 раз чаще, чем в основной популяции. Среди всех ВИЧ-инфицированных злокачественные новообразования достигают 20%. Реже встречаются у пациентов с гетерогетным по мутации ЦЦР5. На основании этой мутации существует единственный человек, кому вылечили и ВИЧ-инфекцию, и острый лейкоз. Это берлинский пациент, которому пересадили костный мозг от доминантного по ЦЦР5. И, соответственно, такие исследования ведутся. Большинство лимфом имеют моноклональное происхождение, относятся к Б-клеточным лимфомам. Напомню, что лимфомы Ходжкина и не Ходжкинские лимфомы относятся к Б-клеточным опухолям. Как же они распределены? Треть пациентов – это лимфомы Ходжкина, лимфомы диффузная Б-крупноклеточная, несколько реже. Плазмобластная лимфома, которая не является CD20-позитивной, то есть назначать ретуксимаб здесь нецелесообразно. Какие же пациенты были пролечены у нас в клинике, кто наблюдался? Это данные с 1994 года, это как ретроспективный, так и проспективный материал. Это мужчины, у которых средний возраст от 34 до 38 лет, инфицированы преимущественно половым путем на всех стадиях ВИЧ с умеренно выраженной иммуносупрессией. То, на чем я хотела бы остановиться отдельно, чем ниже уровень CD4-лимфоцитов, тем больше осложнений. Это и кахексия, и болевой синдром, и выпады в плевральной и брюшной полости, неврологическая симптоматика и кровотечение. Общие принципы лечения злокачественных лимфом у ВИЧ-инфицированных. Основной принцип лечить ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне антиретровирусной терапии, так же, как и пациентов без ВИЧ-инфекции. Ну, а дальше такая ремарка. Ну, с учетом межлекарственных взаимодействий, с применением колоннестимулирующих факторов, с сопроводительной терапией, включающей бисептол, контроль титра ЦМВ, мы даем еще цифрофлоксацин на постоянный прием, даем ацикловир по 200 мг профилактическую дозу, даем флюконозол 400 мг. Все пациенты, которые получают лечение по поводу лимфом, это высокодозная химиотерапия, и все пациенты находятся на деконтаминации кишки. Если вы лечите пациента с низким иммунным статусом, с солидной онкологией, он получает у вас АРВТ, не лишним будет посадить его на деконтаминацию кишки. То есть вы даете стерильную пищу, плюс он у вас на постоянном приеме цифрофлоксацина. Меньше будет инфекций. Показания к трансплантациям стандартные для ВИЧ-инфицированных и не для ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для проведения и аутологичной, и аллогенной трансплантации. Аутологичная трансплантация у пациентов с ВИЧ-инфекцией по токсичности данных международных исследований не отличается с момента начала антиретровирусной терапии. Это данная литература. Мы проводим режим кондиционирования БИМ с бендамустином. Дозу этапозита мы редуцируем на 50% в связи с тем, что это препарат, который в максимальной степени влияет на развитие мукозита. И для того, чтобы количество дней без приема антиретровирусных препаратов у нас было минимально, мы идем на редукцию этапозита. Я вас уверяю, что с редукцией этапозита это мейлоаблативный режим, и в качестве противоопухолевого лечения не страдает пациент. То есть это то количество, которое необходимо для полной мейлоаблации. Мейлоаблация – это свой собственный костный мозг, у этого пациента уже никогда не восстановится. Собственные данные, пациенты с ВИЧ-инфекцией и пациенты без ВИЧ-инфекции, одногодичная выживаемость у них 100%, по токсичности. По токсичности схожая токсичность, медианное восстановление показателей крови в посттрансплантационном периоде сопоставимы. Токсичность доэнтеропатии, нефротоксичность, гептотоксичность, мукозит четвёртой степени наблюдался в 30%. Если есть кто-то, кто выполняет аутологичные трансплантации с мейлоаблативным режимом, я думаю, что 30% мукозита четвёртой степени – это достаточно хороший показатель. Аллогенная трансплантация – да, это то, о чём мы все мечтаем, о том, что мы сможем выполнять ВИЧ-инфицированным пациентом с 2-качественными лимфомами или лейкозами аллогенной трансплантацией ещё и от донора с ЦЦР-5 и полностью совместимого, но пока это, наверное, единичные пациенты, это данные международных исследований, представленных на ЕБМТ. За 2018 данных новых не появилось. Несмотря на успехи антиретровирусной терапии, противоопухолевой терапии продолжает увеличиваться. Это количество умерших ВИЧ-инфицированных пациентов в Российской Федерации. А так выглядит регистрация злокачественных новообразований у пациентов с ВИЧ-инфекцией. По-моему, два графика несколько схожи. Причинами летальных исходов у пациентов в стадии СПИД по-прежнему на первом месте – это туберкулёз, и только четвёртое-пятое место – это онкологические заболевания. Если мы их просуммируем, то это будет порядка 9%. Причинами летальных исходов у пациентов с ВИЧ-инфекцией и злокачественными новообразованиями на первом месте – это случайные причины смерти. Это пациенты, которые умирают или дома, или от каких-то случайных причин. Это и суициды, это и передозировки, и потребление инъекционных наркотиков обычно выносятся в посмертный диагноз. То есть это случайные причины смерти, вплоть до, когда мы поднимали эти данные, то есть и обморожение, и повешение, и автотравма, всё что угодно кодируется как Р-99 – случайные причины смерти. И по 15% из тех, кого мы смогли учесть, это смерти, связанные с прогрессированием злокачественного новообразования и с инфекциями. В каких-то ситуациях это инфекции, развившиеся на фоне агронулоцитоза при проведении лечения злокачественного новообразования. Также, на что я хотела обратить ваше внимание, увеличивается количество пациентов, ВИЧ-инфицированных пациентов, которые доживают до сердечно-сосудистой патологии. И после лечения антрациклинами, пожалуйста, учитывайте этот момент, пациентов с ВИЧ-инфекцией наблюдают по кардиологии и в центре СПИДа, и есть консультанты в Первом медицинском институте, кто занимается, кто даёт им базовую терапию, тоже готовы поспособствовать, если такие вопросы возникнут. Недавно, как всем известно, была выдана Нобелевская премия за введение иммунотерапии в лечении злокачественных новообразований. Возможно ли применение иммунотерапии у ВИЧ-инфицированных пациентов? Да, возможно, но при том, что у пациентов слабая иммуногенность, высокая вирусная нагрузка. И какие ещё проблемы для иммунопрепаратов? Я не говорю о том, что к иммунопрепаратам мы относим плокатор CD20, а это PD-1 ингибиторы, новая эпоха препаратов. Клинические ограничения для эффективной терапии злокачественных новообразований при ВИЧ-инфекции. Проблемы переносимости и плохие исходы. Если у вас пациент получает с учётом лекарственных взаимодействий препараты, которые обладают мейлосупрессией или те, которые метаболизируются в печени, когда вы вводите цитостатики или даёте сопутствующие антибиотики, антимикотики, учитывайте этот момент. Каких-то чётких алгоритмов мультидисциплинарного взаимодействия не существует. Надеюсь, что когда-нибудь они появятся. Нет сопоставления данных регистров как онкологического, так и ВИЧ. Не понимая, какое количество пациентов нуждается в лечении у онкологов, а лечить пациента с ВИЧ-инфекцией, первое, сложнее, второе, дороже, третье, требуется как сопроводительная терапия, так и достаточно длительные госпитализации. И то же самое, если вы проводите АЦ без лейкостимуляторов, большинство пациентов вы наверняка проводите без лейкостимуляторов. Пациент с ВИЧ-инфекцией при уровне снижения лейкоцитов ниже полутора требует введения лейкостимуляторов. Это тоже надо учитывать, это планово-экономические вопросы, которые стоят перед нами каждый день. Комплексное исследование. Я мечтаю о том, чтобы я начинала химиотерапию на уровне CD4-х выше 200, но, к сожалению, этого не происходит. Проведение АРВТ минимальная токсичность, максимальное удобство. Я вас уверяю, мои пациенты едят по 56 таблеток в сутки, если они принимают всё то, что мы им рекомендуем. Но это недолго, это 3 месяца. Что важно для инфекционистов? Мы зависим, наверное, в большей степени от вас, чем вы от нас. То есть, если мы берём у вас ВИЧ-инфицированного пациента, пожалуйста, давайте общаться, давайте относиться друг к другу с уважением. Если пациент находится на отделении онкологии, и при этом у пациента достаточно тяжёлый соматический статус, но при этом пациент не имеет родственников, ситуация, которая происходила буквально две недели назад, выписать мне пациента некуда. Хосписы онкологические не берут, притом, они не просто не берут, они пишут, что у нас очередь три недели. Нету трёх недель у этого пациента. и приходится переводить такого пациента к инфекционистам. То же самое по возможности я пытаюсь забирать ВИЧ-инфицированных пациентов с подтверждёнными гистологически или иммуногистохимически лимфомами. Спасибо. В заключение что хотелось бы сказать, что мы должны ввести в систему соответствующую для ВИЧ-инфицированных пациентов как скрининговые программы. Также мы должны не бояться лечить этих пациентов. Они такие же люди, как все пациенты, которые к вам приходят. Есть ли какие-то вопросы по сопроводительной терапии, по назначению, что с чем сочетается, я готова ответить, готова оставить свои координаты. Господа, мы открыты к сотрудничеству. Ещё пару слайдов, на которых отражены пациенты центра СПИДа, которые были мной консультированы, плоскоклеточный рак головы и шеи, саркома капоша, плазмопластная лимфома после аутотрансплантации, частичный регресс всех очагов. Пациент жив больше трёх лет. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия Викторовна. У меня прекрасный доклад. У меня возник, как у химиотерапевта, один вопрос, если вы позволите. Вот химиотерапию пациентам, которые получают лечение по поводу ВИЧ-инфекции и СПИДа в центре СПИД, проводят на базе центра СПИДа? Спасибо за вопрос. Химиотерапию проводят только в специализированных онкологических учреждениях. У городского центра СПИДа есть лицензия по онкологии, но это амбулаторно-поликлиническая. Вся химиотерапия это или КНПЦ, или городской онкодиспансер, или федеральные центры. Также ищу отделение гематологии, есть ли у пациента лифома или лейкоз. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Тогда я позволю себе представить следующего докладчика. Спасибо большое, Анастасия Викторовна. Это Харькова Елена Владимировна. Это главный внештатный специалист, эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленинградской области. Это также сотрудник центра СПИД, если я не ошибаюсь. И сейчас нам бы хотелось немножечко поговорить. Мы практически все сейчас узнали о сочетании онкологической патологии и ВИЧ-инфекции. Есть еще одна важная проблема, это, безусловно, гепатиты, которые также ограничивают нас как онкологов. Поэтому я надеюсь, что в этой лекции мы также получим много ответов на свои многие вопросы. Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо большое. Надеюсь, тема будет достаточно интересная. Взгляд со стороны не лечащего врача, врача-профилактика, но достаточно важная и сопровождающая всю вашу работу на протяжении всей деятельности. Актуальность вирусных гепатитов, наверное, на слуху у всех и мировыми практиками она признана. И мы видим, что ВОЗ достаточно большое внимание ежегодно уделяет данной проблемы, потому что эта проблема требует огромных материальных ресурсов, человеческих факторов, трудозатрат. Мы видим, что 325 миллионов человек в мире живут с хроническими формами гепатитов. почти 1,5 миллиона человек умерли от гепатита В и С в 2015 году. Также мировая статистика. И мы видим, что хронические гепатиты В и С приводят к смерти от заболеваний печени практически тоже 1,5 миллиона человек ежегодно. Мы видим, что гепатиллярная карцинома в данном контексте занимает 5 место по распространенности, 3 место по числу летальных исходов среди злокачественных на образование печени. И в 30-75% случаев гепатиллярная карцинома ассоциирована с хроническим гепатитом С. Документы, по которым мы работаем и в России, и в отдельных субъектах, они представлены в данном слайде. Всем они знакомы. Мы знаем, что и гепатиты, и онкозаболевания входят в перечень социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих утвержденных постановлений правительства в 2004 году. У нас действует приоритетный проект здоровья. С 2006 года проект направлен на профилактику, первичную профилактику вирусных гепатитов, в частности, и остальных инфекций посредством вакцины профилактики. С 2013 года действует программа элиминации острововирусного гепатита Б на территории Северо-Западного федерального округа. Утверждена она главным санитарным врачом Российской Федерации. Мы также в ней активно работаем. Результаты я вам покажу, они впечатляют на данный момент. И глобальная стратегия ВОЗ, которую также пользуемся мы, все вместе и специалисты лечебных профессий и профилактики. Данный доклад будет представлен на примере Ленинградской области, но его можно соотнести к любому субъекту, в частности в России я тоже покажу данные цифры. Как мы видим из этого слайда, заболеваемость хроническими вирусными гепатитами остается на высоком уровне. Тенденция к снижению у нас отметилась только к 2017 году. Сложно сказать, что будет дальше, но мы надеемся, что она также будет продолжать снижаться, заболеваемость. Острые формы острого гепатита В в условиях массовой вакцины на профилактике пошли на спад. В 2017 году у нас не было зарегистрировано ни одного случая острого гепатита В. Для нас это огромная радость. Ну а острый гепатит С параллельно тем мероприятиям, которые проводятся в области и в Российской Федерации, также идет на снижение. Если сравнивать Ленинградскую область как субъект с северо-западом и с Российской Федерацией, заболеваемость за весь анализируемый период ниже в Российской Федерации и в северо-западном федеральном округе остается достаточно высокой. Это заболеваемость с хроническим гепатитом В. Заболеваемость с хроническим гепатитом С мы также можем отметить, что Ленинградская область у нас показатели ниже, но тем не менее заболеваемость сохраняется и никуда пока что не уходит. Заболеваемость острым гепатитом В. Также в сравнении с Российской Федерацией, с северо-западным федеральным округом мы видим, что везде она снижается и, как я уже сказала, заболеваемость острым гепатитом В. в Ленинградской области к 2017 году достигла нуля. Пока что у нас тоже не зарегистрировано ни одного случая. Заболеваемость острым гепатитом С также мы видим значительное снижение, но здесь можно отметить, что все-таки до определенного момента и это до 2011 года и до 2013 можно отметить, что в Ленинградской области заболеваемость значительно превышает показатели заболеваемости по России или в северо-западу. На данном слайде мне бы хотелось отметить, что заболеваемость детей хроническим гепатитом В, еще раз повторюсь, в рамках вакцинопрофилактики с 2012 года находится на нулевом уровне. Немножко другая картина с заболеваемостью хроническим гепатитом С среди детей. Заболеваемость регистрируется, к сожалению. Но тут сложно сказать, что будет дальше. По этиологической структуре все-таки, как и везде, хронический гепатит С занимает самую общую весомую долю 73,3%. До второго месте стоит хронический гепатит В. Сочетанные инфекции и неустановленные теологии гепатиты стоят на одном месте по 0,8%. Если смотреть по тому населению, которое стоит у нас на учете на конец отчетного года, мы также можем наблюдать, что заболеваемость хроническим гепатитом С в два раза, даже больше, чем в два раза, превышает, чем заболеваемость хроническим гепатитом Б. Носительство здесь вынесено как отдельное, но, наверное, инфекционисты меня поддержат, что надо, наверное, уже переносить данный показатель все-таки в хронические формы. В возрастной структуре, как это не печально, как и в ВИЧ-инфекции, как и в других инфекционных заболеваниях, имеющих парантеральный путь передачи, мы можем наблюдать, что в основном болеют молодые люди. Основной возраст средний, в котором зафиксировано максимальное количество заболеваний, это 20-29 лет. Это возрастная структура по больным, которые были выявлены с 13-го по 17-го год без нарастающего итога. Что касается распространенности, среди пациентов, которые стоят у нас на учете, мы можем наблюдать, что все-таки та же прослойка заболевших анам, находятся в молодом возрасте, это 30-39-40-49 лет. Болеют люди, которые находятся в зрелом, работоспособной, как это не печально. По путям передачи острого гепатита В мы можем отметить, что где-то хромает диагностика, потому что достаточно большой процент неустановленных путей передачи. Эпитонамнез надо нам собирать более тщательнее, но вот что есть, что есть. К 2017 году данный процент установленных путей передачи достиг 50%. И как можно уже тоже отметить, что все-таки в 2017 году на первое место у нас выходит половой путь передачи. Потребители инъекционных наркотиков у нас уходят на задний план. Мы должны понимать, почему такие цифры 100%, потому что заболеваемость небольшая. порядка 6 человек регистрируются, поэтому здесь оценить достаточно сложно. По генотипам мы можем отметить, что генотип С все-таки первый тип для нас сыграет самую важную роль. 49,1%, практически 50% это первый тип вирусного гепатита С. Можем смотреть, что по структуре причин смертности, которая у нас наблюдается, занимает большую часть это цирроз печени, как среди хронического гепатита В, хронического гепатита С. Прочие причины, которые не относятся к инфекционам, также имеют большой вклад, но ГЦК, которая, гипотеллярная карцинома, как-то она у нас была не отмечена в данном контексте, хотя мы уже достаточно давно знаем, что гипотеллярная карцинома ассоциирована с хроническими гепатитами ВИЦ. Заболеваемость гипотеллярной карциномы идет параллельно заболеваемости хроническими гепатитами, и мы можем также наблюдать, что какое-то значительное снижение заболеваемости отмечено, но оно небольшое, так же, в принципе, как и заболеваемости хроническими формами гепатитов. В возрастной структуре, так же, как и среди заболевших хроническими гепатитами, мы можем ответить, что это достаточно молодой возраст, который уже, с учетом того, что после того, как человек заразился хроническим гепатитом, проходит порядка 20 лет, мы можем отмечать, что это люди, которые в молодом возрасте перенесли гепатиты, и мы видим, что сейчас прослойка 60-69 лет занимает большой процент, 70 лет и старше тоже достаточно большой процент наблюдаем. По полу как распределение, стандартно, в большей части, как и хроническим гепатитом, все-таки мужчины болеют чаще, чем женщины. По стадиям упулькового процесса, что для нас важно, выявление идет в первую очередь в четвертой стадии, 72,7% это четвертая стадия, в третьей стадии у нас находится 14,5 пациентов, 9,3% вторая стадия, 3,4% это стадия первая, очень маленький процент. И по маркерам, что касается вашей гепатулярной карцином, мы видим, что как и в мировой практике, хронический гепатит С превалирует в данной ситуации, 72,2% приходится на хронический гепатит С, хронический гепатит Б занимает 24%. Те мероприятия, которые мы проводим, проводятся всеми и на всех территориях, мы видим, что в рамках иммунизации против гепатита Б, к сожалению, против гепатита С нет прививок, нет вакцины, но по гепатиту Б мы можем отметить, что значительное снижение заболеваемости, среди детей заболеваемость регистрируется уже достаточно долгое время, единственный случай подъем заболеваемости был в 13-м году, был один случай у ребенка непривитого, мамочка, которая была носителем гепатита Б, отказалась от вакцинации ребенка, соответственно, один случай в 13-м году у нас прошел, а в остальных случаях мы прививаем, но можно также наблюдать, что заболеваемость абсолютно снижается при условиях того, что охват максимально прививками растет, поэтому доказанность того, что вакцинация влияет, тут уже бесспорно. Также проводится ежегодно серомониторинг коммунитету к вирусу гепатита Б среди медицинских работников, среди населения, в том числе и области, и мы можем наблюдать, что титры менее 10 имеют 42,6% населения, это в частности сейчас Ленинградской области, при нормируемом показателе в 10%, поясню, что серологический мониторинг проводится среди привитых, то есть это люди, которые получили трехкратную плановую вакцинацию от гепатита, но тем не менее не имеют защитных антител к гепатиту, и в данном случае наш процент составляет 42,6%. Менее печальная картина, но тоже печальная среди медицинских работников, мы видим, что защитных антител не имеют 22%, что тоже вызывает определенные опасения, и можно отследить, что люди, которые имеют до менее 10%, не имеют защиты, период от получения третьей дозы вакцины окончательной до серологического обследования, самый больший процент это 6-10 лет, то есть в этот период, когда население получило прививки, они почему-то не защищены. Также у нас ежегодно проводится обследование, даже ежегодно постоянно проводится обследование определенных декретированных контингентов на маркеры гепатитов, и видите, что как бы в планном порядке не проводилось, в любой группе, в которой у нас присутствуют и доноры, и тех, кто идут в планном медицинские организации, и больные с хроническими патологиями, и больные с хроническими поражениями печени, процент выявления вирусов все-таки имеет место быть. И в принципе мне хотелось отметить основные моменты, которые мы можем отметить, что заболевания с хроническими гепатитами в Ленинградской области, но и в принципе во всем нашей стране не имеют существенных снижений. Возрастными группами риска являются взрослые. Показатели хронических гепатитов С превышают заболевания с хроническим гепатитом В во всех возрастных группах в 2-4 раза. Вакцинация против гепатита В способствовала снижению заболеваемости острым гепатитом В и в целом среди детей в возрасте до 17 лет. До 50% заболеваний хроническим гепатитом С обусловлен генотипом 1, обладающим высоким канцерогенным риском, что для нас тоже важно в плане развития гепатитов гепатитом и мы можем ответить, что некоторое снижение заболеваемости гепатитом В в условиях комплекса меропрофилактики все-таки происходит. И социальное значение для нас гепатитом определяется тем, что смещается заболевание с более молодые возрастные группы и выявление больных происходит в четвертой стадии распространения опухолевого процесса. Спасибо за внимание. Это кратенько и быстро. Спасибо большое, Елена Вадимовна. Коллеги, есть вопросы? У меня, пожалуй, вопрос, наверное, как у клинициста, который сталкивается именно с пациентами онкологического профиля, имеющими хронический гепатит В и хронический гепатит С. Есть ли я понимаю, что я сейчас разговаривала с эпидемиологом, то есть человеком, который осуществляет стратегическое назначение, стратегическую маршрутизацию этих пациентов. Есть ли какой-то центр в Ленинградской области в данной ситуации или в Санкт-Петербурге, который целенаправленно занимается медицинским сопровождением пациентов, имеющим хронические вирусные гепатиты В и С, которым возможно в последующем назначении химиотерапии. Есть ли какие-то центры, которые осуществляют поддержку медицинского характера для этих пациентов? С какими центрами может взаимодействовать онколог, для того, чтобы качественно и просто лечить пациентов, имеющих сопутствующие гепатиты? Спасибо за вопрос. Единственный центр, который занимается таким сопровождением, это все-таки центр СПИДа. В наших медицинских организациях в районах происходит сопровождение ВИЧ-инфицированных онкологических пациентов, но в основном консультацию правильное направление может дать только специалист центра СПИД. Коллеги, последний доклад, очень актуальная тема, которую мы можем наблюдать в современный период, это вирус папиллом у человека, что нового мы о нем знаем. Кутокова Светлана Игоревна. Спасибо огромное, Лена Владимировна. Я представляю городской онкологический диспансер, я клинический онколог, собственно, специалист, я куда-то нажала прекрасно, занимающийся лекарственным лечением пациентов с злокачественными опухолями, которые в том числе и имеют какую-то сопроводительную инфекцию, собственно, эта тема для меня крайне актуальна. И в рамках данной сессии мне бы хотелось немножечко рассказать о менее страшной инфекции, чем вирус иммунодефицита человека или хронический гепатит, а именно о вирусе папиллома человека. И связано это с тем, что роль вируса папиллома человека на сегодняшний момент все больше усиливается в отношении эпителиальных опухолей. Что мы знаем в принципе о вирусе папиллома человека, это базовая информация, которую, наверное, мы все когда-то изучали в институте, что это верен сферической формой, небольшим диаметром, который имеет капсид с купическим центром симметрии. И у данного вируса основными его свойствами является отсутствие веремид, титолиза и апоптоза, что усложняет его диагностику. Геном HPV вируса папиллома человека представляет из себя одну кольцевую молекулу двуцепочечной ДНК приблизительно длиной 8000 пар оснований. И самое неприятное, что вирус папиллома человека имеет в своей ДНК гены, которые отвечают за развитие многих злокачественных образований, тропных к эпителию. Среди них выделяют ранние, поздние и онкогены высокого риска. Безусловно, нас, как онкологов, интересуют только онкогены высокого риска, которые инактивируют специфические процессы в нормальной клетке эпителия и позволяют опухоли, к сожалению, активно расти и развиваться. Эти гены, которые относятся к онкогенам высокого риска или поздним онкогенам, гены Е1, Е2, Е6 и Е7, кодируют белки, которые, кроме того, отвечают за процессы вирусной репликации. Вирус папиллома человека представлен на сегодняшний момент 27 видами, которые объединены в 5 родов, и эти 27 видов на сегодняшний момент представлены более 170 штаммами или типами вирусов папиллома человека, их огромное количество. Все они тропны только к клеткам эпителии, и, собственно, поэтому мы их можем верифицировать только в эпителиальных опухолях. Что касается онкогенного риска, то среди всех 170 штаммов большую опасность представляют вирусы высокого онкогенного риска, а именно HPV 16-18 типа, 33-го типа, которые крайне часто регистрируются при развитии рака шейки матки, рака орофарингеальной зоны, рака анального канала. Существует один крайне важный вопрос, как же нам определять опухоль, ассоциированную с вирусом папиллома человека. Существует на сегодняшний момент два метода, это реал-тайм ПЦР или ПЦР в реальном времени, и, безусловно, иммуногистохимическое исследование, которым широко пользуются все онкологи, а именно определение белка P16 в опухолевой ткани. Золотым стандартом определения HPV в опухолевой ткани с помощью полимеральной цепной реакции в реальном времени. Но мы прекрасно понимаем, что это достаточно длительная и дорогостоящая процедура, не всегда доступная в реальной клинической практике, потому что в большинстве случаев нам необходим нативный препарат, фиксированный, например, в ДТА, что также не всегда доступно на рутинном онкологическом приеме при выполнении биопсии. Поэтому мы часто используем альтернативный путь, а именно определение белка П16 в опухоли путем иммуногистохимического анализа. И мы прекрасно понимаем, что если мы проводим у одного и того же пациента реакцию ПЦР и иммуногистохимическую реакцию, мы можем получить несколько сочетаний этих ответов на определение вируса папиллома человека. Не всегда наличие белка П16 в высоком титре сопровождается положительной полимеральной цепной реакцией на наличие HPV. В зависимости от этого была попытка произвести некую классификацию и составить молекулярную классификацию сочетания наличия вируса папиллома человека в опухолевой ткани и экспрессии белка П16. Было представлено три класса молекулярной классификации и в зависимости от сочетания ответа ПЦР и иммуногистохимии были проведены попытки определить прогноз течения заболевания и выживаемость пациентов. Однозначно видно, что те пациенты, которые имеют положительную ПЦР-реакцию и высокий титр белка П16 в опухолевой ткани, они реже прогрессируют, чем те пациенты, которые имеют какие-либо другие сочетания этих показателей и, безусловно, живут дольше, достоверно дольше, чем те пациенты, которые имеют низкий уровень белка П16 или отрицательное значение HPV по реакции ПЦР. Если в 2018 году на самом крупном американском конгрессе клинических онкологов, куда съезжаются онкологи из Америки, из Европы, в том числе из Российской Федерации, это самый крупный конгресс в мире и не только онкологический, были представлены данные, в котором важное место было уделено некому поданализу, в котором рассматривалась группа пациентов орофарингеальным раком, у которых не было зарегистрировано положительной полимеразной цепной реакции на вирус папиллома человека, но был высокий титр П16 в опухолевой ткани. Еще раз хочу добавить, что чаще всего онкологи пользуются именно иммуногистохимическим методом определения белка П16 для определения наличия или отсутствия ассоциации опухоль с вирусом папиллома человека. Было в Чикагском университете обследовано более тысячи пациентов и после анализа их гистологического материала и показателей выживаемости были выделены группы плохого прогноза. Это однозначно группа, которая содержит либо негативный ПЦР-статус по вирусу папиллома человека, либо группа, которая даже при общем HPV-положительном статусе по ПЦР не демонстрирует ПЦР-положительную реакцию на HPV-16 даже при наличии положительного иммуногистохимического ответа на белок П-16. Самый большой вопрос у онкологов состоит в том, какой же метод исследования для нас является тем однозначным достоверным методом, который мы можем использовать для того, чтобы четко сказать, что данная опухоль является опухолью, ассоциированной с вирусом папиллома человека. Если мы посмотрим на графике поданализа, то мы увидим, что только те группы, у которых положительные ПЦР и положительная гистохимическая реакция обладают лучшей выживаемостью, что даже те группы, которые, к сожалению, имеют П-16 положительные, но не имеют положительные ПЦР-реакции, показывают показатели выживаемости много скромнее. Несмотря на это, на сегодняшний момент опять же на американском конгрессе клинических онкологов было принято решение, что все-таки оба маркера обладают достаточной специфичностью и чувствительностью, несмотря на разницу в показателях выживаемости при разных анализах для определения статуса опухоли по наличию ассоциации с вирусом папиллома человека. На сегодняшний момент уже не только гипотетически, уже и практически мы имеем однозначное нашествие вируса папиллома человека как в опухолях орофарингеальной зоны, так и в опухолях шейки матки безусловно, опухолях анального канала. Если раньше мы говорили только о гипотетическом увеличении заболеваемости, сейчас мы это видим, прошу прощения, наглядно на графиках, и, к сожалению, тенденция такова, что заболеваемость раком шейки ватки и HPV-ассоциированным имеет тенденцию к снижению, с чем это связано мы обсудим чуть позже, а, к сожалению, заболеваемость HPV-ассоциированным опухоли мёрофарингеальной зоны имеет резкую тенденцию к увеличению. Если мы говорим о каких-то возможных построения графика на будущее, то есть о каких-то экстраполяциях, то к 2030 году эта заболеваемость HPV-ассоциированным раком органов головы и шеи достигнет достаточно высокого значения. Если мы посмотрим на сводную таблицу о том, какие же опухоли способны индуцировать вирус папиллома человека, то это, безусловно, практически в 100% случаях ассоциации вируса папиллома человека с раком шейки матки. Это, безусловно, достаточно большой процент заболеваемости HPV-ассоциированным раком органов головы и шеи. Меньшую долю занимают рак анального канала, рак вульвы и рак полового члена. Если мы говорим прицельно о раке шейки матки, то все данные на сегодняшний момент сходятся к тому, что 100% цервикального рака ассоциировано с вирусом папиллома человека и практически 70% из этого HPV-ассоциированного рака ассоциировано с HPV 16-18 по типам. Поэтому так важно определять именно этот штамм вируса папиллома человека у пациенток, имеющих дисплазии в области шейки матки. К сожалению, динамика заболеваемости HPV-ассоциированным раком шейки матки на сегодняшний момент имеет тенденцию к повышению, особенно в тех регионах, где нет высоко развитой экономики. К сожалению, я боюсь, что и Россия будет также относиться к этим регионам. Мы видим, что если в 2012 году заболеваемость составляла 230 тысяч в год, то к 2030 году планируется, что данная заболеваемость будет составлять практически на 130 тысяч пациенток больше. Это катастрофическая сумма, поэтому надо задумываться о том, что мы можем сделать в рамках профилактики, ранней диагностики, возможно, а возможно и в рамках каких-то превентивных мер, направленных на элиминацию вируса из организма пациенток. Так вот вопрос. Достаточно время назад, а именно в 1992 году были представлены первые данные о возможности использования вакцины против вируса папиллома человека у пациенток женского возраста, это даже не пациентки, это здоровые девочки, здоровые девушки, которые не вели на тот момент половую жизнь. Было предложено провести специфическую вакцинацию для того, чтобы попытаться предотвратить развитие рака шейки матки, ассоциированного с вирусом папиллома человека в будущем. На основании этих исследований были произведены вакцины против вируса папиллома человека, и на сегодняшний момент мы имеем три зарегистрированные вакцины, одна из них четырехвалентная, одна из них бивалентная и одна из них девятивалентная, то есть вакцина, которая действует против четырех, двух или девяти соответствующих штаммов вируса папиллома человека. Самая поздняя была зарегистрирована вакцина девятивалентная, она пытается предотвратить развитие опухолей, ассоциированных с вирусом папиллома человека, в том числе и 16-го и 18-го типов, если мы говорим о раке шейки матки. Первоначальное одобрение для трехкратной вакцины было одобрено для детей, начиная с девятилетнего возраста, и самый крайний срок, когда эту вакцину можно было вводить, было 26 лет, в 2016 году девятилетная вакцина была одобрена уже для двукратной вакцинации, но был сокращен возраст этой вакцинации, после 14 лет считается, что эту вакцину делать неэффективно, и, безусловно, все исследования говорят о том, что чем раньше мы проводим вакцинацию молодых девочек и мальчиков, тем сильнее мы получаем последующий иммунитет, и это подтверждают данные из значительного количества исследований, например, интересные исследования австралийских ученых, которые обследовали мужчин, которые ведут гетеросексуальный образ жизни, но встречаются с теми женщинами, которые были вакцинированы в 2007 году, и мы четко видим, что заболеваемость остроконечными кандиломами, которые также ассоциированы с вирусом папиллома человека, у этих мужчин имеет тенденцию к снижению. Если мы говорим о том иммунитете, который наши пациенты получают после вакцинации в молодом возрасте, то, безусловно, те пациенты, которые вакцинированы, имеют лучший, более стойкий иммунитет, и вот некоторые данные, например, Швейцарии, которые говорят о том, что те пациенты, которые были вакцинированы бивалентной вакциной, имеют значительный стойкий приобретенный иммунитет и меньший риск развития злокачественных заболеваний, ассоциированных с вирусом папиллома человека. Еще одни данные, которые представлены учеными США, это также уровень заболеваемости HPV-ассоциированными к андиломам у тех пациентов, которые были вакцинированы в разных возрастных группах, в том числе и в возрастных группах старше 26 лет. И, безусловно, те пациенты, которые были вакцинированы в возрасте до 19 лет, имеют ниже, процент заболеваемости с астроконечными кандиловыми значительно ниже, чем те пациенты, которые были вакцинированы в более старшем возрасте, как мужчины, так и женщины. Поэтому, вероятно, проведение вакцинации имеет значительную роль в профилактике тех HPV-ассоциированных опухолей, которые на сегодняшний момент регистрируются в организме как мужчин, так и женщин. Причем даже однократное введение вакцины, которая, как правило, вводится трехкратно, даже однократное введение индуцирует достаточно высокий уровень выработки антител, что также немаловажно для тех пациентов, которые провели одну вакцинацию и потом по каким-то причинам не проводили последующие ревакцинации у сомневающейся группы граждан. Это исследование, которое было представлено в 2012 году, однозначно показывает, что даже один уровень, даже одна вакцинация приводит к выработке стойкого иммунитета. Еще одна опухоль, которая тесно связана с вирусом папиллома человека и, безусловно, крайне от него зависит, не сколько и теологически, сколько для выработки тактики лечения, это плоскоклеточный рак органов головы и шеи, потому что до 70% особенно опухоли орофарингеальной зоны ассоциировано с вирусом папиллома человека. И, к сожалению, эта тенденция на сегодняшний момент только повышается. И, по сравнению с 2014 годом, мы имеем практически трехкратное повышение HPV-ассоциированного орофарингеального рака. Чем же опасен рак органов головы и шеи, ассоциированный с вирусом папиллома человека? Именно тем, что, к сожалению, этой патологией поражается более молодая, практически здоровая когорта, как правило, молодых мужчин, имеющих достаточно высокую социальную адаптацию, возможно, имеющие какие-то привычки или нестандартную сексуальную ориентацию, но это факт скорее дискутабельный, чем доказанный. И, к сожалению, заболеваемость вируса, ассоциированным раком органов головы и шеи, на сегодняшний момент имеет тенденцию к повышению, в отличие от табакозависимых HPV-негативных опухолей у более старой когорты пациентов. Для чего же, собственно, нам важно знать ассоциацию опухолей головы и шеи с вирусом папиллома человека? Именно стадирование и именно классификацию опухолей на начальном диагностическом этапе позволяет нам выработать ту адекватную тактику лечения, которую мы можем применить у наших пациентов с надеждой на большие успехи в их излечении. Если до этого года мы пользовались седьмой классификацией ТНМ, то после некоторого поданализа были сделаны ряд очень важных выводов, и один из этих выводов говорит нам о том, что если мы проводим поданализ HPV-позитивных и HPV-негативных пациентов, имеющих опухоли орофарингеальной зоны, то HPV-позитивные опухоли даже в четвертой стадии заболевания, это видно на первом графике, имеют показатели выживаемости после комплексного лечения, приближающиеся к 80%. Это колоссальная сумма, колоссальная цифра, колоссальный процент выживаемости для неблагоприятной когорты четвертой стадии опухолей головы и шеи. Поэтому, когда производилась верстка восьмой редакции, безусловно, ассоциация опухолей головы и шеи с вирусом попелом и человека уже была включена в эту классификацию. И если мы посмотрим внимательно на таблицы снизу, мы увидим, что те категории стадий орофарингеального рака, которые ранее относились, например, к третьей и четвертой, если они ассоциированы с вирусом попелом и человека, на сегодняшний момент относятся к первой и второй стадии, что улучшает и прогноз течения заболевания, и общую выживаемость пациентов, и позволяет нам деинтентифицировать ту тактику лечения, которую мы выбираем для лечения этих пациентов. Помимо орофарингеальной зоны, безусловно, HPV позитивный, HPV значимо позитивный, могут быть и другие опухоли головы и шеи, и на АСКО 2018 года был представлен достаточно большой анализ, который позволяет нам говорить о том, что вирус попелом у человека имеет большое значение в этиологии и выборе тактики лечения у пациентов с опухолями горта на глотке и гортане даже четвертых стадий, что крайне важно для планирования органосохранной тактики лечения у данной когорты пациентов. И еще один важный момент, прошу прощения, который также основан на ассоциации опухолей головы и шеи с вирусом попелом у человека, это наличие ассоциации опухолей с HPV позволяет нам деинтентифицировать ту выбранную тактику лечения, которую мы на сегодняшний момент можем применять. В Америке было произведено достаточно большое когортное исследование, в котором было обследовано практически 2500 пациентов с опухолями головы и шеи, ассоциированными и не ассоциированными с вирусами попелом у человека. И у этих пациентов были три лечебные опции, безусловно, только хирургия, хирургия в сочетании с лучевой терапией, хирургия в сочетании с химиолочевой терапией. Так вот, те пациенты, которые имели ассоциацию опухоли с вирусом попелом у человека и не имели, например, переневральной инвазии в гистологическом препарате после удаления опухоли, показывали сходную четырехлетнюю общую выживаемость по сравнению с теми пациентами, которыми проводилась последующая химиолочевая терапия после хирургического лечения. О чем нам это говорит? Говорит нам это ровно о том, что те пациенты, опухоль которых ассоциирована с вирусом попелом у человека, могут быть пролечены только хирургическим методом лечения, что позволяет нам и уменьшить нежелательное явление после лучевой или химиотерапии, и в том числе соблюсти какие-то экономические позиции, которые позволят нам не расходовать, например, химиопрепарат или квотенолучевую терапию у данной благоприятной когорты пациента. Можем ли мы вирус попелом у человека использовать как фактор для возможного создания каких-то лекарственных препаратов, которые будут действовать именно на это звено патогенеза и улучшать результаты лечения пациентов с HPV-ассоциированными эпителиальными опухолями? Такие попытки были, и одна из таких попыток, опять же, доложена в 2018 году, была произведена попытка терапии многих метастатических эпителиальных HPV-ассоциированных опухолей путем адаптивного трансфера опухоли-инфитрирующих лейкоцитов. Это собственная работа американских ученых, которые после удаления опухолей пытались производить экстракт опухоли-инфитрирующих лейкоцитов, специально выделяли те опухоли, которые были ассоциированы с вирусом попелом у человека и после специальной подготовки проводили реинфузию Т-клеток обратно в организм человека в сочетании со стандартной химиотерапией. Они обследовали как пациентов с HPV-позитивным раком шейки матки, так и пациентов с другими HPV-позитивными типами эпителиальных опухолей, и при анализе объективных ответов были получены не только частичные ответы на данную терапию у пациентов, имеющих метастатический опухолевый процесс, но и полные ответы практически у 10% пациентов из когорты, у 5%, наверное, из когорты пациентов раком шейки матки, и у большинства пациентов была зарегистрирована стабилизация процесса на эту терапию, что, в общем-то, даёт нам какую-то надежду на то, что и это звено патогенеза мы можем использовать в развитии дальнейших лекарственных и лечебных тактик, поскольку те пациенты, которым завершена стандартная терапия, больше никаких опций мы не имеем, должны иметь тоже какую-то надежду на возможное излечение. А эти данные нам однозначно показывают, что перспективы в развитии лекарственных препаратов на эту группу пациентов, безусловно, есть. Что же мы имеем в итоге касаемо вируса папилломы человека и его ассоциации с опухолью? HPV, безусловно, важное звено патогенеза эпителиальных злокачественных образований, безусловно, целесообразно определение наличия HPV-ассоциации опухоли путём проведения как ПЦР в реальном времени, так и выявления иммуногистохимических белка P16. Если есть возможность, то мы можем использовать сочетание этих факторов. Если мы ставим перед собой вопрос о вакцинации, то, безусловно, здесь больше за, чем против. И, наверное, если говорить о России, то следует задуматься о вакцинации большего числа молодых девочек и мальчиков от вируса папилломы человека, что, возможно, позволит нам снизить заболеваемость HPV-ассоциированными опухолями в будущем. Вот, безусловно, наличие ассоциации опухоли с вирусом папилломы человека следует учитывать при стадировании опухоли и определении тактики лечения, поскольку это более благоприятная зачастую когорта пациентов. И если мы задумываемся о разработке каких-то новых лекарственных подходов, то поиск новых терапевтических подходов к лечению HPV-ассоциированных пациентов, безусловно, возможен. Я думаю, что в будущем мы еще не раз увидим какие-то проспективные исследования новых лекарственных препаратов, нацеленных именно на это звено патогенеза. Вот на этом я позволю себе закончить. Если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Да, пожалуйста. Я прошу прощения, я сейчас вам немножко поассистирую, поскольку если я не перенесу вам микрофон, то слышно нас не будет при трансляции. Спасибо за ваш доклад, он был очень интересный. Я врач-онколог из Липецкого областного онкодиспансера, работаю хирургом в отделении патологии головы и шеи. Вопрос следующий. В вашей клинической практике при плоскоклеточном раке головы и шеи вы определяете HPV у всех пациентов или избирательно? Каким методом вы пользуетесь? Это ИГХ или ПЦР? И все-таки как это наличие HPV, вируса в геноме этой опухоли, как это влияет на вашу тактику лечения? Потому что обычно говорится о том, что HPV ассоциированные опухоли, они все-таки обладают высокой химиочувствительностью и радиочувствительностью, поэтому предпочтение должно отдаваться консервативным методам лечения, поскольку мы понимаем, что операции при раке головы и шеи часто носят калечащий характер. Мы все-таки стремимся, если пациента можно вылечить консервативно, проводить ему консервативное лечение. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Да, безусловно, мы в своей рутинной практике определяем ассоциацию опухоли головы и шеи с вирусом папиллома человека. Если мы говорим о практике предыдущих лет, то, безусловно, это иммуногистохимическое определение P16. И зачастую это только опухоли орофарингеальной зоны, либо те пациенты, которым планируется органосохранное лечение, безусловно, для того, чтобы избежать того хирургического этапа, который есть. На сегодняшний момент у нас была научная работа, которая позволила нам обследовать 150 пациентов опухолями головы и шеи разных локализаций. Это была и полость рта, и опухоли гортани. Мы проводили именно сравнение анализа полимеразной цепной реакции с иммуногистохимическими определениями P16. Достоверной разницы между группами мы не получили. Также мы получили разное сочетание этих показателей, поэтому каких-то рекомендаций для себя сделать на сегодняшний момент пока еще не смогли. И с этого года у нас запускается проект, когда мы имеем возможность определять с помощью полимеразной цепной реакции ассоциацию опухоли головы и шеи с вирусом папиллома человека у всех пациентов. Вот на сегодняшний момент нам сказали, что мы не ограничены в выборе, поэтому мы будем обследовать пациентов не только орофарингеальной зоны. И связано это именно с тем, что мы планируем провести для интенсификации лечения и увеличение той когорты пациентов, в котором мы проводим органосохранную тактику лечения. Будь то пациенты с опухолями ротоглотки или будь то пациенты с опухолями гортания и гортаноглотки, зависимость выживаемости которых от вируса папиллома человека на сегодняшний момент не вызывает сомнений. Большой вопрос с опухолями полости рта. Все-таки их ассоциация с вирусом папиллома человека не носит того благоприятного характера, который отмечается при опухолях ротоглотки или задних отделов. Есть еще вопросы, уважаемые коллеги? Тогда я позволю себе предоставить слово моему сопредседателю для заключительного слова по нашей сессии. От себя могу добавить спасибо огромное за активное участие в столь ранний час. Мне было очень приятно, что наша сессия заинтересовала такое большое количество слушателей. Я надеюсь, что она была для вас полезна и очень надеюсь на будущие встречи на дальнейших конференциях. Елена Владимировна. Уважаемые коллеги, спасибо большое за сегодняшнее собрание. Мы послушали очень интересные доклады, разносторонние доклады, с которых можно вынести абсолютно большой пул информации, которую можно использовать в практике и информация, которая будет принята к сведению. Надо отметить, что данная проблема инфекции и онкологии очень значима сейчас в современный период, поэтому освещать данные вопросы среди медицинских работников, среди студентов, которые дальше будут врачами, очень даже полезно. Я для себя вынесла в данной секции очень много интересного, даже как врач-эпидемиолог, и надеюсь, что вы тоже узнали для себя очень много нового. Спасибо вам большое за участие в данной конференции и счастливо вам.